У меня 28 и у меня нет песни. Что я делаю не так? Девчата, расскажите. Ну, на самом деле мы шли долго к этому пути, чтобы записать наших авторских четыре треки. Нам создалась наша команда. Это авторские треки? Да. Тобто вы сами писали их? Ну, нет. Это наши треки, но нам их писали. Но мы идем к этой цели, чтобы написать самим. Я зрозумел, кто створил? Кто? Ромашки? Давай. Спасибо, Бублик. На самом деле трек «Ромашки» нам записала, я не знаю, ли вы знаете, но актриса из сериала «Школа». Ее зовут Маша Краш. Вот. И на самом деле мы как только услышали еще трек «Ромашки», мы сразу же поняли то, что действительно вот просто это наш трек. А трек «Искры» нам написала очень классный человек. Мы не будем рассказывать, кто. Но... Малый классный. Малый классный. Так, девчата. Новый рік. Скоро Новый рік. Чи не хотите дать какой-то тур, как минимум там по школах, возможно? Конечно хотим, у нас вообще очень много планов. У нас сейчас начинаются корпоративные выступления, мы конечно же будем выступать в новогоднюю ночь. Серьезно? Да. Да. Это уже... В корпоративных вы будете, так сказать, уже зарабатывать кэш бабосеньки. Это уже второй раз, второй год, когда мы будем выступать именно в новогоднюю ночь 31-го. И потом мы едем праздновать не с родителями, а мы едем праздновать с девочками в пятером. Весело. Так, стоп. Так, стоп. Так, стоп. Так, цікаво. Батьки отпускают, а? Чи я? Да. Ну, я еще у мамы не спрашивала. Возможно, меня не отпустят. И я буду праздновать с родителями. Так, девчата, мы не знаете, между вами есть пока еще разница одна. Давайте. Я вообще каждый Новый год улетаю вместе со своей семьей в другую страну. Я не знаю, с чего Бублик взяла, что в этот Новый год что-то случится по-другому. Мы летим праздновать с моей семьей, а вы будете праздновать в четвером. Ну, или же без Даши. Так, а коллектив может там выступать в четырех? Да, да, да. Да, приходит. Мы иногда вообще выступаем в четвером, и мне кажется у нас даже иногда бывает лучше, то ладно, не будем. Так, давайте сразу сделаем выставки, кто лишний, да? Ну нет, на самом деле никого нет лишнего, и в четвером все равно тоже классно получается, но в пятером, мне кажется, намного ярче и драйвовее. Угу. Я зрозумел. Так, какие еще планы, может быть, какая подготовка зараз иде до Нового року? Ой, вообще у нас такие грандиозные планы, если честно. Ну, мы хотим вот уже до конца довести наш первый альбом, и конечно же мы готовимся, мы идем к той цели, чтобы сделать наш первый сольный концерт. Да. Уже в ближайшее время мы к этому стараемся. Да, в остров году. Так, какой альбом? Коли он должен выйти? Ну, альбом, мы надеемся, что выйдет где-то, может, весной. Ага, то есть у вас же есть полностью планы, уже есть треки, которые вы можете записать и выпускать релизы, правильно? Ну да. А если уже сольный концерт, когда он должен быть? Может, в конце весны. То есть сразу презентация альбома и... Да, мы... Ну, мы вот все прямо в ближайшее время, мы очень хотим, мы очень стараемся, долго идем к этому и надеемся, что у нас все получится. Да. Я могу пока что побажать вам только успеху в том, что он вышел. Так кажется, что на Новый рік нужно писать лист Деда Мороза. Вот мы уже писали, навіть с Ангелиной, хоть и мы дорослые, но надеемся, что это случится. Кто писал? Девчана, давайте. Если честно, я не писала ли Деду Морозу, потому что я в него не верю. Но я с детства не верю в Деду Морозу. Сейчас нас смотрят дети, которые верят Деду Морозу, а ты сейчас говоришь, что у него существует. Я, например, верю, что он существует. Я так же, я тоже верю. И я так же. Да. Так давайте, пока что у нас идет пять против одного, правильно? Какие есть, возможно, желания, которые бы хотели, чтобы произошло? И даже если вы не верите в Деду Морозу, кто-то верит, кто-то не верит. Какие наибольшие какие-то, может быть, заповедные желания? Кто будет верит? Давай ты. Давай. Ну, мне кажется, что все равно все хотят, чтобы наши близкие были здоровы. И это, мне кажется, самое главное. Вот. Но вообще, в принципе, я хочу себе как бы папа, мама, Дедушка Мороз. Я хочу себе собаку. Но мне кажется, что мне ее не подарят. Ну, я надеюсь, еще подарят. Смотрите. Най-мабуть, важнейшая речка, которую можно сделать в Спивокове, потрапить на Евробачение. Есть у вас планы такие, именно про Евробачение? Или готовитесь? Или сначала альбом, а потом уже? Ну, конечно, мы хотим попасть на Евровидение. Мы везде хотим. Поучаствовать, так сказать. Но сейчас, как я уже раньше говорила, то, что сейчас альбом, сольный концерт, а потом уже идем дальше. Вот так, вверх, вверх, вверх. Вот, смотрите, вышла песня. В вышла песня. И скажите, как воспринимали ваши слушатели? Чи одразу было вау, супер классно, ставлю себе на рингтоны? Чи все-таки спочатку были какие-то, может быть, непоразумения? Ну, на самом деле, мне кажется, все наши слушатели были немного в шоке. Потому что что? У группы только лирический трек. Но мы, так скажем, подготавливали наших слушателей к этому. И у всех была хорошая реакция. Всем понравился наш лирический трек. Так что мы этому очень рады. Вы очень юнище, но песня все-таки про кохание. Опачки. Опачки. Я вижу, что трешечки зашалилась девчатка. Ося, как вы подавали вот этот текст? Очень интересно. Мне кажется, Афина может рассказать. Так, Афина. Такие красивые у вас стены, слушайте. Ну ладно, если серьезно, то у меня была первая любовь в лагере. И это, мне кажется, самое было запоминающее. Так что мне было, мне кажется, легче всех записывать этот трек. Вот я его записала за, наверное, минут 15. А вы, девчата, за сколько час записали? Так, Аляна, давай, ну-ка. Ну, мы вообще все быстренько записались, так как мы очень, как это сказать, мы очень прочувствовали все эти слова. Вот там очень классная строчка. Нужно успеть сказать самое главное. Это, ребята, вам знак то, что в канун Нового года, в канун Рождества скажите именно те слова близким и родным. Я тебя люблю. Если вы говорите это редко. Либо человеку, который вам не безразличен. Скажите, ты мне нравишься и, может, в Новый год все поменяется. Ты так сказала одразу. Может, у вас сейчас не изменится. А может, есть там тот, кто уже подобается, но боится пока еще сказать. Нету, кстати, вот там что-то четыре месяца от этих последних что-то ничего нету. Так, юнаки, юнаки, которые сейчас нас видят, смотрятся, зрозумели, кому можно написать. Ну, как бы, у нас еще есть три холестых девочки. Про четвертые мы ничего говорить не будем. Новый сезон холестяки. Я так зрозумев, что за вами, так? Три еще холестяки, кто не холестяки. Давайте, признавайтесь. А что ты микрофон даешь? Так, пока еще мы спалили. Кто? Да, давайте не будем прям все палить. Так, девчата, еще трешки питань по новому ролику. Чи уже поставили собі Ялиночку? Мне кажется, поставили. Ну, я лично. Тебе здається, ты ее еще не бачила, да? Нет, ну я поставила. Я даже угрожала ее с родителями. Вот. Но я потом ушла спать, потому что я очень устала. Они угрожали сами. Я тоже уже поставила елочку и наряжала ее вместе со своей сестрой. Я помню, я лежала под елкой, чтобы закрутить гирлянду вокруг этой елки. И мы украшли, на самом деле, очень быстро и очень круто получилось. Так, девчата, дивиться, вы выпустили песню, а лишь немае кліпу. Можливо, сделать его какими-то новоречными? Можливо, у кого-то есть желание сделать это новоречным? Чи есть, или нет? Мы приняли решение, что у нас не будет кліпа именно на песню «Искры», но будет лирик-видео, скоро вы сможете его увидеть, так что держим тайну. Круто. Пока что отримаю. Я бачу, ты даже сейчас не отвечаешь. Трехлип-почек бля себе. Как воспринимают ваши одноклассники то, что новоречная ночь вы працюете, а все другие там… Можливо, они даже с друзьями не отпустят их. Ну, спорный вопрос, на самом деле. Потому что, например, у меня одноклассники хорошо ко мне относятся и поддерживают всегда, пишут классные комменты, следят за нами в Инстаграме, в ТикТоке. Подписывайтесь, кстати, на наши соцсети. Фина, у тебя? Ну, на самом деле меня, как и у Даши, у меня одноклассники и одноклассницы тоже меня поддерживают, но учителя, если честно, немножко специфически относятся, потому что я очень много что пропускаю. Вот сейчас сразу же после… Правда, тут я еду в школу писать экзамен по английскому и по немецкому. Не знаю, я очень переживаю. Но они как-то раньше специфически относились, но сейчас уже как бы немножко привыкли, так сказать. Круто. Так, девчата, девчата, поделитесь своим выражением. Ну, у меня тоже, как и у Даши, у Афины тоже поддерживают одноклассники, смотрят все истории, все тиктоки, подписаны нас, слушают все наши треки. Учителя тоже сначала, особенно моя классная руководительница сначала была. И очень рада, что я всегда пропускаю школу, но сейчас уже все хорошо. Да, у меня одноклассники, можно сказать, не сильно за нами следят, но когда они что-то видят, проскакивают, они на мультиборде нам включают, показывают мои клипы, мы смотрим там. Вот как-то так. Учителя поначалу очень плохо относились, потому что я прям все максимально пропускала, все контрольные работы, все самостоятельные. Вот меня вообще не было, я приходила и сдавала позже. Одноклассники. Есть некоторые, которые поддерживают, конечно, там говорят, боже, вы такие молодцы, я смотрела все ваши эфиры, слушала все ваши радио. А есть, которые, ну, не имеют к этому дела, им просто это не интересно, у них есть свои там личные какие-то заботы. Но сейчас мой классный руководитель, я уверен, что он это смотрит, потому что он смотрит все мои эфиры, все мои радио, все слушает. Вот, и так что, но сейчас уже все смирились, я задаю весь материал немножко позже, все подтягиваю дома и уже все хорошо. Я вам открываю секрет, чому девчата вам вчителям трички, можливо, навіть и зазрят, потому что иногда у артистов, навіть зачастую, зарплата больше, чем вчителям, поэтому они могут вам и зазрят. Так, и на завершение. Можливо, еще здесь спеваем для наших глядачей, чтобы, так сказать, присумевать наш эфир. Давайте наш новый трек «Искры». Давайте. Это как выстрел, что-то вдруг щелкнуло. Это как искры в темноте желтые. Это как выстрел в одно дыхание. Нужно успеть сказать самое главное. Друзья, друзья, дякуймо. З нами сегодня были девчата с группы Токи. Новая их песня «Искры». Нехай каждая искра так палает, палает и палает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вкотре дякуймо вам за пережить цего видео. Поверьте, информация такая смачненькая и актуальна, как горячие пирожки. И вкотре дякуймо вам за фото-байки, за ваши комментарии и подписчики. Продолжайте в том модусе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА